Власть, начиная где-то с момента рождения так называемой новой России, Российской Федерации, пропагандирует концепцию российской нации. И часто складывается впечатление, что она стремится вынести за скобки русскую идентичность, заменив ее общероссийской идентичностью, которая будто бы не вызывает конфликтов и принимается всеми независимо от происхождения. В действительности это не соответствует. Это совсем не так, и общероссийская гражданская нация спотыкается скорее об идентичность меньшинств, об их достаточно активное самоопределение. Крупные народы России, за исключением русского, имеют свои государства в виде национальных республик, имеют довольно выраженные развитые механизмы диаспоральной политики, имеют часто развитые навыки солидарности, и они совсем не стремятся раствориться в общероссийском гражданском проекте. В общероссийском гражданском проекте не приходится говорить в принципе, когда внутри государства существуют другие государства, когда наша государственность имеет матрешечную структуру. Гражданские нации так не развиваются. В этой ситуации, естественно, возникает парадокс пустующего центра. Все крупные народы имеют свою государственность, но русские нет. Никакая-либо отдельная часть Российской Федерации, ни Российская Федерация в целом не являются государственностью русского народа, хотя бы в той же степени, в какой государственностью чеченцев является Чечня, а татар Татарстан. Эта проблема унаследована намет советской большевистской системы. Напомню, что Советский Союз строился на ленинских принципах, в соответствии с которыми большая нация должна добровольно пожертвовать своими правами в пользу малых наций. Это цитата, почти дословная, из одной из ленинских работ. И вся конструкция государства была основана на этой идее. Именно этно-территориальная конструкция. К сожалению, мы эту черту унаследовали от Советов, и это одна из причин того, что мы унаследовали и ту неустойчивость в национальном вопросе, которая была присуща Советскому Союзу. Ее необходимо преодолеть. Преодолеть ее только, или преимущественно за счет введения графа национальность в паспорте, или возвращения этой графы, невозможно. Условно говоря, конечно, привлекательно, что у людей, которые испытывают потребность зафиксировать свою идентичность, даже не столько для себя, сколько, может быть, для своих детей, чтобы они не забыли о том, кто они. Такая возможность будет, но гораздо важнее, чтобы механизмом воспроизводства именно русской идентичности была школа, была массовая культура, были средства массовой информации, была армия, потому что современные большие нации отличаются от малых этносов тем, что они используют в качестве механизма социализации, механизма воспроизводства своей идентичности в поколениях именно такие массивные большие социальные институты. То есть школа, литература, средства массовой информации, пресса. Вот если русская идентичность будет выдавлена оттуда, в приватное пространство семьи, то русские как нации не смогут себя воспроизводить. Поэтому наша задача гораздо более амбициозная. Не графа, национальность в паспорте, а русская идентичность как основа работы школы, массовой культуры, прессы, СМИ, государственной службы и самого государства России.